Здравствуйте! Давайте поговорим или порассуждаем об одной сложной проблеме, которая, скажем так, будет по многому определять будущее страны, независимо от того, кто и как выйдет победителем либо выгодополучателем из теперешнего политического кризиса. О политике переходного периода или в том числе правосудия переходного периода. То есть изначально я думал, что поговорить только о правосудии, но по большому счету, когда прикинул что и как, но исключительно в рамках, назовем так, работы системы именно доведения или доказательства истины и вынесения судебных решений это не укладывается. Почему так? Скажу честно, что идея записать дополнительное такое видео, потому что от этой темы я касался отдельно и в программе «Эгоисты» и так далее, возникла после диалога в комментариях под одним из моих роликов в Ютубе, где один из зрителей говорил, придерживался позиции такой, что вот будет новая Беларусь и мы всех разгоним и будет нам счастье. При этом он говорил, то есть его тезис о том, что никакого переходного периода не надо, то есть победители не судят, мы сделаем все, что угодно, всех, кто виновен или там, скажем так, кто содействовал режиму Лукашенко, либо отстраним от службы, либо посадим, ну и так далее и там подобное. То есть стандартный набор. Мы придем и все станут либо послушными, либо мы всех разгоним. И за счет этого пытался подвести меня к тому, что вот идет, мол, война и любые методы хороши. Понимаете, вот в чем суть как раз-таки переходного периода, и как управление либо политики переходного периода, и как часть его правосудия переходного периода. Любой гражданский конфликт, любая война, любой политический кризис, так правило, как минимум две стороны, а то и больше. Причем ядро как одно, так и другое, оно стремится, для него желательный, либо желаемый вариант, это когда оппоненты перестают существовать. Либо в политическом поле, либо физически. И смена власти, это всегда, ну, когда приходит кто-то иной. И возникает очень интересная такая ситуация, возникает искушение у тех, кто пришел к власти, ну, давайте сейчас, как говорится, дадали. Ну, и на первый взгляд кажется, что это хорошо. Но, вот тут я первый раз прошу включить логику. С точки зрения Беларуси. Политический кризис, гражданский конфликт, ну, в том числе мировоззренческий. И вот с точки зрения, снова-таки, логика, что победителей не судят, мы придем к власти, все поменяем, и наши оппоненты, они будут дезорганизованы, потому что они проиграли. Вот хорошо. Сейчас формально в Беларуси, белорусские власти, они сконцентрировали, ну, скажем так, они отмобилизировались. Уличной активности нет. Да? Но, выиграли они или нет? Нет. Потому что у людей остался неудовлетворенный спрос на изменение системы, у людей есть чувство тревоги, опасности и так далее. Люди хотят изменения ситуации. Несмотря на то, что уличные протесты, де-факто, проиграли. Первое там. Хорошо. А теперь давайте подумаем, что власть меняется. А как вы думаете, ядро тех, кто сегодня на стороне Лукашенко, это что, они из другого теста сделаны? Это совсем другие люди, такие-то марсиане, они белорусы. Они по-другому будут думать. То есть, одни сейчас, они не смирились, они сказали, ну, держишь, грубо говоря, фигуру из трех партий в кармане, а другие смирятся и будут радостно плескать ладошки. Нет, такого не получится. И при этом, каждая из сторон, то есть, вот это и является первым подводным камнем для будущих перемен. То есть, власть, ну, старая истина, власть захватить несложно, сложнее удержать. То есть, в любом случае, смена, назовем так, правящих элит, она происходит на фоне дезорганизации оппонентов. То ли это война, то ли это политический риск, то ли это обычная, назовем так, электоральная кампания. И дальше начинается самое интересное, что за моментом дезорганизации, моментом, условно говоря, депрессии и так далее. И потом начинается момент организации. То есть, защищать свое. Потому что, вот первое желание, это, как говорится, додавить всех, там, выкинуть из страны и так далее. Но в таком случае вопрос, условно говоря, к тем, кто за переменой, или кто говорит про новую Беларусь. Хорошо, если мы говорим о том, что, условно говоря, вот будет какая-то новая, но, конечно, для меня тезис абсолютно идиотский, потому что Беларусь есть, она не может быть старой, новой, но ладно, окей. Есть какая-то новая Беларусь, и вот в этой новой Беларуси мы всех посадим, всех раздавим, всех так далее. Хорошо. То есть, ну, пункт номер один. Для вот ядра сторонников Лукашенко что это означает? Такое означает, конечно, что это означает, что они, во-первых, будут до последнего защищаться, а дальше они будут попытаться отыграть, даже после проигрыша. Не сразу, через 2-3 года. Это происходит во всех государствах. Суть просто в том, что это происходит абсолютно безболезненно, точнее, сопротивления нет, когда сама система не меняется. То есть, когда сменились персоналии, а система осталась старой. Вот тогда даже пару увольнений для проформы, а дальше система остается, и сопротивления нету, потому что работники старой системы, они органичненько переплывают уже под новыми флагами, там, держа ручку у сердца, там, или как-то еще, в новую. Но в таком случае логичный вопрос, а зачем все это было раньше? Если смена системы не предусматривается, а если система меняется, то вот как только начинается, то сразу возникает на определенном этапе очень сильное противодействие. И саботаж, и противодействие политических компаний. И есть на поверхности два первых таких тезиса. Ну, первых, это уже, как говорится, всех простите, ничего не было, но в таком случае готовьтесь к саботажу, если вы будете менять систему. Если не будете, ну, в таком случае, ну, как бы сказать, Лукашенко 2.0, только более новый. Второй вариант. Всех загнать, всех разогнать. Ну, тоже вариант. Почему бы нет? Но вопрос, что всех загнать, всех разогнать, получишь то же самое, что сейчас. И с точки зрения цели и полагания, окей, если сейчас окружение Лукашенко считает нормальным, вытесните страны часть активных граждан, чтобы они не представляли политические проблемы. И если будет такая же позиция потом, то, ну, как бы сказать, а чем отличаетесь? То есть, где отличие? Потому что одна сторона, она говорит, мы за демократию. Но при этом не против. Вторая сторона говорит, мы за власть народа. Немножко по-другому, но у каждого свое представление. То есть, со своей точки зрения, каждый защищает свое. И поэтому, вот, как раз-таки, сложность переходного периода в том, что необходимо, с одной стороны, восстановить законность, второе, удержать систему, и, наконец-таки, третье, это, ну, вернуть правосудие в поездку. Но, еще раз, загонять всех вот до конца, но это будет, это не всегда получается. То есть, такой механизм использовали в Германии с 33-го года по 39-го. Ну, без проблем. Это можно сделать. Ну, под флагом демократии можно. Либо под флагом, скажем, власти народа. Но разницы от этого не будет. Это будет все равно обратиться с Германии с 33-го по 39-го. Ну, либо Советского Союза с 34-го по 40-й. И потом еще, скажем так, шлейфик после 46-го. То есть, разницы-то нет. Поэтому выход из ситуации, вот на этом я заканчиваю, как говорится, такую долгую преамбулу, такой долгой предисловий. Выход из ситуации как раз-таки в том, чтобы найти вариант, при котором политика новых властей, она с одной стороны будет направлена на заглаживание внутренних конфликтов внутри общества, а с другой стороны обеспечит такую вещь, как управляемость системой и возможность реформирования. Ну, давайте вот на этом подойдем. Для начала, условно говоря, первый... Сейчас, я думаю, что часть из зрителей, которые дослушали до этого момента, они сейчас скажут, «Ой, слушай, нас же большинство там 97%, ну ладно, не 97%, там 80%, ну ладно, не 80%, как голос, как говорится, нарисовал 56%, но все равно нас большинство...» Хорошо. Ну, давайте тогда считать с точки зрения ключевых групп. Вот просто обычная арифметика. Берем калькулятор и берем с точки зрения того, с кем придется иметь дело. То есть, что необходимо... Какая группа, это в первую очередь, она является наиболее, назовем так, опасной для реформирования страны в случае там смены власти. Поехали. Итак, структуры МВД. То есть, если верить Байпол, то штатное расписание 46 тысяч человек. Если верить официальной статистике, то от 70 до 85 с учетом внутренних войск. Но по большому счету, если мы говорим, споставляем эти данные, то они примерно бьют, потому что в статистике Байпол, которую те опубликовали, 6 716 военнослужащих внутренних войск, это без учета срочников. Ну, вот как раз-таки добавляем срочников, потому что подразделения от внутренников, они укомплектованы по нормальному штату, ну, получаем ту же самую цифру. То есть, суммарно считаем 70 тысяч, даже минимально. Теперь дальше идем. Из этого числа те, кто работает в следствии, знают, что это кооперативно-розыскная деятельность и так далее, ну, знаком с оружием, это где-то 27-28 тысяч. Теперь сюда же добавляем, если мы берем вот ключевой, просто силовой блок, до 2000 следователей следкома, прокуратура не менее 3000, армия, ну, реально не 45, около 40 тысяч, комитет гособезопасности, 3-4 тысячи, другие силовики, ОАД, служба безопасности президента и другие, еще 2000. Итого получаем 125-126 тысяч человек. Это без семи. Теперь допустим, просто вот представим, допустим, что в случае, скажем так, с Белоруссией, половина из них, они поддерживают перемены. Но если бы так было, то, в принципе, власть была бы уже другая. Мы все равно получаем где-то, скажем так, ну, не менее, ну, от 50 до 70 тысяч человек, которые либо нейтральны, либо несогласны. Ну, даже если мы от этой части оставляем четверть, получаем 25 тысяч, которые резко настроены против. Это только силовики. То есть это люди, которые знают, что такое оперативно-розыскная деятельность, это люди, которые знают, что с этим делать и так далее. И, соответственно, да, их, значительную часть из них удалять со службы надо. Вопрос просто куда и как. Вот как раз-таки переходное правосудие, это чтобы понесли наказание те, кто реально совершал преступление раз. А другое, это что делать с теми, кто лишится работы. Потому что худшая ситуация, это когда бывший следователь идет в организованную преступную группировку. Мне сейчас снова скажут, ну, нет, у нас же есть Байпол и так далее, они снова придут там и все будет прекрасно. Снова, давайте, посмотрите, пожалуйста, на Байпол. По крайней мере, спикеры. Звание. Больше майора я не видел. Следователи по важным и особо важным, но в лучшем случае пару человек. Хорошо. А когда надо держать систему? Хватит их. То есть, это только на обычную преступность. А есть еще такая вещь, как, ну, та же самая люстрация, расследование старых дел и так далее и тому подобное. То есть, это первая проблема. Вторая проблема управленцы. То есть, считаем, 118 городов, ой, 118 районов людей из городов полосного подчинения. Это минимум 10 человек, чтобы влиять на ситуацию. То есть, 10 ключевых людей, которые определяют. Умножайте. Берем министерство. То есть, ключевые, ну, что армию МВД мы уже подсчитали, но ключевой десяток. Там Минэкономики, ну, плюс, и даже Насбанк и так далее. Тоже по 10. Минимально. И дальше берем, ну, вот это те, кто реально управляют страной. Сверху докидываем, ну, так называемых, балласт в виде, там, идеологических работников, замруководителей государственных компаний по идеологической работе, там, всяких товарищей в образовании и так далее. То есть, набирается достаточно большая группа. Это вот насчет объема, с кем иметь дело. Это минимально, то есть, это без обычных граждан, которые могут иметь симпатия, антипатия. То есть, это те, кто, ну, назовем так, в той или иной мере, имел доступ к рычагам принятия решений. Соответственно, что мы имеем? Мы имеем вот эту группу, то есть, и есть две задачи. Первая. Разделить эту группу, то есть, на те, кто может саботировать изменения системы и их убрать с государственной службы. Второе. Сработать с остальными, чтобы те приняли новую область. Потому что в противном случае будет саботаж. Но есть, еще раз, это нет, в этом нет необходимости, если тот, кто пришел в класс, не собирается менять систему. Тогда устраивается показательный опор, к один-два человека, как говорится, садятся, потом тихонечко выходят по мести. Вот, условно говоря, это базовая ситуация. Теперь, по тому, как это все работает. Ну, первое, и ключевое, что такое вот политика переходного периода. Просто, с одной стороны, да, надо восстановить законность, восстановить справедливость. Но, если мы говорим, например, о законности, давайте вспомним, что закон решается с обоих сторон. То есть, даже очень простая ситуация. Персональные данные. То есть, да, окружение Лукашенко начало публиковать персональные данные оппоненту. Оппоненты делают то же самое. То есть, деяния одинаковые. Я не говорю, там, с точки зрения власти, невласти. С точки зрения даже того, что информация, определенная о человеке, она становится доступна, ну, в том числе, его соседям, его недоброжелателям и так далее. И то, и то, и то уголовное наказуемое деяние, в общем. То есть, если мы берем одних, то мы должны взять от других. Это так, слом первое. Но, если копаться вот так вот до конца, то в таком случае, прошу прощения, ну, получается, что это слишком много судов, судов, и это вызовет раздражение и неприятие во всех группах общества. То есть, поэтому, как раз-таки, политика переходного периода, она заключается в том, чтобы, ну, либо провести какую-то границу, либо сделать так, чтобы восстановление справедливости, оно, ну, как бы сказать, вызывало наименьшее раздражение. Как у тех, кто проиграл, так и у тех, кто выиграл. Значит, раздражение будет. И тут есть несколько ключевых моментов, то есть, либо несколько ключевых алгоритмов. Давайте просто пройдемся по каждому из них, и я просто попробую писать плюсы и минусы. Вариант первый. Это когда мы... То есть, идет полное забвение. То есть, мы... Новая власть говорит, хорошо, никаких уголовных наказаний, но те, кто работал при старом режиме, полностью, полностью состоят под иллюстрацию, либо полная переаттестация. Один из вариантов такой, такой теоретически возможен. То есть, в чем плюс? Нету конфликта на... касательно уголовного преследа на начальном этапе. И есть надежда... И с другой стороны, у тех, кто проиграл, есть надежда у каждого отдельного участника, то есть, что он пройдет через ту же самую иллюстрацию, либо аттестацию. Второй плюс есть частично удовлетворенность участников протеста, либо новой власти. То есть, соответственно, те же самые надежды, что не пропетляет никто, ладно, там, мол, без с ним, с уголовными делами, но мы вот, по крайней мере, они не будут во власти. Но... А вот дальше начинается... Начинается несколько вопросов. Первый. Первый вопрос, это в случае иллюстрации, аттестации, а судьи кто? То есть, кто решает, человек останется или нет? Раз. Это наиболее болезненный вопрос. Второе. Тут может быть либо какие-то, назовем так, очень авторитетные лица, которые разбираются в системе, потому что отдельно это по судям, отдельно... Кстати, судей в Беларуси больше тысячи. Отдельно по, назовем так, силовикам и так далее. Это первое. Но таких людей не так много. Второй вопрос, это... Ну, второй вариант, это привлечение иностранцев. Но в таком случае, прошу прощения, о субъектности страны можно забыть. Вот. И... В качестве примера могу просто привести, вот с точки зрения приглашения иностранцев, это вот украинский пример, когда пригласили, тоже на волне после революции достоинства, аварягов, наблюдательные советы госкорпораций. Ну, получилось как-то очень большие зарплаты, люди ничего не делают, коррупция как была, так и осталась. И сейчас их приходится чистить, идя в том числе на конфликт с США и так далее. Вот и потому, что это надо чистить. Таких надо выкидывать, как минимум. Но, как говорится, политика есть политика. То есть это как вариант. Но в таком случае вопрос подхода к иностранцам. А второе, второй минус, это то, что результат иллюстрации не удовлетворит никому. То есть одни потеряли все, потеряли доступ к должности, к праву заниматься определенными, определенными видами деятельности на достаточно долгие сроки. Второе считает, что наказание должно быть больше. То есть и таким образом недовольство в обществе снова начинает подогреваться, оно может выстрелить либо с одной, либо с другой стороны, где-то на рубеже третьего-четвертого года после смены власти. Проблема. Теперь второй сценарий, условно говоря. Но из возможных. Давим до конца. То есть это максимально додавить проигравшую сторону, удовлетворение настроений ядра твоих сторонников. И при наличии кадрового потенциала быстро, как говорится, быстро сменять элиты. То есть да, плюс, это еще раз, что ядро твоих сторонников, оно будет довольным, будет счастливым, если всех максимально додавить. Плюс в том, что можно сделать быстрые перемены. Минус. Создание многочисленной и озлобленной группы в обществе, которая рано или поздно придет к идее самоорганизации. И риск резких, в том числе, силовых акций противодействия. Тут очень важно, потому что это вопрос как раз таким, если мы говорим о белорусской ситуации, это вопрос среди прочих силовиков. Криминализацию к участию этих людей в криминал с их знаниями и компетенцией. И отсутствие правосудия. Да, как ни парадоксально, вот додавить всех, это отсутствие правосудия. Потому что огромный вал дел, который идет, расследовать качественно в краткие сроки невозможно. Соответственно, будут ошибки. Судебные. И много. Если это судебные. Вот. Ну и, наконец-таки, третий минус, это вопрос качества людей. Вот это одна из причин, кстати, почему я всегда говорю, что, господа, вы работаете со студентами, с остальными, потому что, сори, ну, кадровый потенциал нужен колоссально. И, соответственно, вопрос качества людей. Потому что, если на смену представительства старого режима придет абсолютный идиот, то замена будет вряд ли даже равноценной. То есть, ты должен иметь кадры, которые на ключевых местах способны сыграть. Либо кадры, которые способны запустить обновление поколения. То есть, и, соответственно, в случае вот второго сценария это риск схождения по кругу. То есть, окей. Одни, как говорится, пришли, они попытались додавить, не получилось, потом их снесли старые, тоже попытались додавить. Но это, скажем так, такая вот спиралька, которая будет постоянно развиваться. Додавить до конца, еще раз, это Германия. Либо Сталинский Советский Союз. Но под лозунгами демократии не знаю, насколько это может получиться. Идем дальше. Следующие два варианта, это, ну, как бы сказать, они в чем-то компромиссные. То есть, они предусматривают в определенной степени либо элемент закрытия глаз, либо в определенной степени жестко. То есть, первое, это границы. Третий пункт, это границы коммуникации. То есть, учитывая смену, смену управленцев и так далее, на начальном этапе определяется граница, до которой никакие правонарушения с обоих сторон не расследуются. То есть, они просто прощаются автоматически. То есть, словно говоря, кто-то кому-то просто дал зубь. Кто-то кого-то просто оскорбил. То есть, это все. Закрыли. С другой стороны, все тяжкие, особо тяжкие, естественно, расследуются, как говорится, от начала до конца. Вот вопрос определения этой границы. Вот. То есть, это можно через, причем, с точки зрения виновных, то есть, даже если установлена вина человека, вопрос, как это оформляется. То есть, есть, например, кейсы, что, окей, что попасть под эту границу, человек, который подозревается, либо вина которого доказано, просто пишет, что я гарантирую, что в будущем, то есть, какие-то личные обязательства, что в будущем я не буду прибегать к таким действиям. Это может быть политический документ. Ну, как говорится, просто для общества. То есть, понятно, что все выполнять не будут, но это вот, это вопрос коммуникации, что просто государство показало, что вот ниже этой границы, понял, тебя простили, пошел. Ну, это должно быть с обеих сторон. Ну, и дальше, а дальше, после этого постепенное расследование, как говорится, о тяжких, особо тяжких, с обеих сторон. Что это дает с точки зрения плюсов? То есть, на начальном этапе формирование компромисса в обществе и системы, которая работает на примирении. Нет резкого кадрового голода. То есть, часть старых работников, она остается до момента запуска, в том числе, социальных ритур. И нет сразу на начальном этапе озлобленности второй стороны и ее слабо организации. Потому что там, где нету озлобленности, там нет самоорганизации для того, чтобы вернуть все назад. Но, есть и очень сильный минус. Первое, саботаж. То есть, часть тех, кто останется в системе, они будут саботировать решение с точки зрения те, которые будут направлены на реформирование самой системы. То есть, в старых условиях все хорошо, даже с новым портретиком на стене, работать по-новому не хочется. Вот тут, тут, тут есть риск, очень большой риск саботажа. Далее, неудовлетворенность где-то через год-полтора с обеих сторон. То есть, как те, кто поддерживали пришедших власти, групп, так и те, кто проиграли, обе стороны будут говорить нас предали денег, одни будут говорить недодавили там, не выгнали и так далее, но другие обманули. То есть, это снова-таки на определенном этапе подогревания общества. И на этом фоне необходимость проведения второго витка принуждения к исполнению законов. То есть, для стабилизации ситуации придется пройтись по особо крайним, как с одной, так и с другой стороны. Уже новые власти. И третий, скажем так, минус это время. То есть, сам процесс вот такого примирения, расследования и так далее, это очень долгий процесс. То есть, это, ну, как минимум пять, шесть, а то и семь лет. До момента исчезновения вот этого раскола. Это в лучшем случае. То есть, это надо понимать. Следующий вариант. Компромисс. Ну, в случае с компромиссом, то есть, либо это, как бы сказать, не то, что компромисс, а это показуха. это когда две стороны договариваются, ну, как говорится, где-то за кулисами и решают, ну, каким образом, давайте мы попробуем поработать для того, чтобы успокоить общество, но при этом, как-то слиться в управленческом экстазе. Тогда определяют козла отпущения, козлов отпущения показательно судят, так далее, но об этом я уже говорил. То есть, это гарантирует, с одной стороны, стабильность новой власти, но это, с другой стороны, гарантирует отсутствие реформирования системы. Вот это базовые варианты, которые можно рассмотреть. Вот если идти с точки зрения определения границ, так далее, если идти с точки зрения, там, иллюстрации, несколько ключевых вопросов. Это, условно говоря, где определяются границы. Второй, кто проводит правосудие. Третий, кто приходит на смену. То есть, почему я говорю политика переходного периода? Просто правосудие, просто восстановление справедливости и законности это ничто. Без запуска социальных лиц. Без решения вопросов кадрового голода. Потому что и в управление государством, и в силовые органы должны прийти люди. Надежда на то, что придет кто-то там из бизнеса, хороший, ну, поверьте мне, придет очень мало. Потому что государственная служба это скотская нагрузка, особенно во время реформирования, и маленькая зарплата. И среди прочего это конец но в том числе твоему имиджу, твоему имени. Потому что на тебя посыпятся все шишки. Поэтому в данном случае необходимо просто думать, каким образом обеспечить сменность поколений. Среди силовиков особенно. Потому что надо запускать, чтобы приходили новые люди, которые не были связаны со старой системой. То же самое по управленцам, то же самое по ключевым местам. Поэтому с точки зрения оппонентов теперешней власти ключевой это как раз таки кадры это коммуникация. Потому что вопрос в том, что с одной стороны надо коммуницировать с различными группами внутри страны, а с другой стороны надо понимать и создавать универсальные правила, которые бы работали в оба направления. То есть словно говоря, вот эти четыре ключевых блока естественно, что в чистом виде их практически нет. они в том формате не могут пересекаться. То есть если определили например границы, до которых договариваются, это не означает, что не может быть люстрации, не может быть аттестации. Причем аттестация более безболезная вещь. Но минуточку, это работает в обе стороны. То есть аттестация, если неквалифицированный работник работал раньше, он вылетает. Но если на его место приходит точно такой неквалифицированный, он не заходит. Даже если он десять раз кричал правильные лозунги и тысячу раз имеют тысячу фотографий с флагом. Просто потому, что он неквалифицирован. Поэтому кадры и определение что делать. То есть снова-таки когда мы говорим о том, как взять власть, надо не только момент когда курица вошел в кабинет, а что-то будет делать дальше. Это ключик. И вот так вот маленькая затравочка среди для того, чтобы подумать, почему снова-таки вопрос политики. Если мы говорим, например, о разрешении споров на начальном уровне, есть, например, одна из таких достаточно простых идей. Вот то, что категорически не приемлют творцы Конституции с обоих сторон. То есть, как от Лукашенко, так и группа группы Лебедьки. Выборность судей на местном уровне. Либо мировых судей, как это в России называют. Это есть еще в Италии, несколько еще в европейских государствах. Суть очень проста. Вот как раз-таки смена власти, она может запустить этот процесс. Когда на местах выбирают судей, которые разбираются с криминальным проступом, как говорится, с нетяжкими проступками, преступлением и с административным. Это могут быть даже молодые люди. Но желательно в случае смены власти выбирают. Вот первым моментом, где выборные судьи могли показать себя, это переходное правосудие по несложным эпизодам. То есть, зафиксировать факт примирения, зафиксировать, скажем так, небольшое наказание. И в случае, если это на местах, если это выборные судьи, это может снять напряженность. Но это тоже одна из концепций, по которых надо думать. И которые надо прорабатывать. Но пока что ни с одной, ни с другой стороны, например, даже в этом направлении идея просто не приветствуется, потому что хочется управлять, рулить. Вот так. На этом у меня все. Уж извините, что больше вопросов, чем ответов, но видео я анонсировал как способ задать вопросы. Потому что ответы кажут еще для себя сам. Я надеюсь, что я определил, скажем так, направление где надо немножко подумать, где надо немножко поспорить, потому что если мы начинаем думать о том, что делать в стране в будущем, то рано или поздно страна изменится. Если мы просто думаем, как говорится, лозунгами и абсолютно примитивными тезисами, но в таком случае будем ходить по кругу. Хотелось бы дождаться изменений. поэтому думаем, спорим, решаем. Если будет интересно, можно поговорить отдельно, как говорит, уже в режиме диалога на том же самом стримчике по той же самой теме. Если будет на то ваш интерес. Но пока что надеюсь, заставил немножко задуматься. На сим у меня все. Если видео понравилось, лайкайте, комментируйте, спорьте. Обращаясь к другим за их мнением, приходите к собственным суждениям, потому что только собственные мысли они достойны вашей. Когда человек сам переварил любую информацию через себя, когда человек просто тупо слушает говорящую голову, какое бы имя, фамилия это голове ни носило, не стоит так говорить. Потому что думающий человек он, как правило, человек успешный. Успехов, радости, счастья. Всего доброго. А, и подписывайтесь на Патреон, кстати. Вот как делают вот эти вот товарищи, потому что подписка на Патреоне стимулирует меня записывать все новое и новое таки.